Продолжение следует... Потому что это важное обстоятельство, и оно позволяет нам одинаково относиться к тому предмету, который мы обсуждаем. Я часто так делаю и считаю, что это важно. Вот определение жировой гипотоз. Здесь даны аналоги жировой печени, атос печени, жировая дистрофия печени, жировая инфильтрация. Все это одно и то же. Первичные заболевания печени или синдром, вызванные избыточным накоплением жиров, преимущественно триглицеридов в печени. Жировой называют печень более 5% массы, которая составляет жир. Надо сказать, что у нас этот феномен не определяется. А появился он с переводом книги «Шерлок». Если вы помните, это морфологическое исследование. У нас служба сама по себе морфологическая оставляет желать лучшего. И единого подхода и использования морфологов в этой ситуации как-то не принято и не получается. Но с другой стороны, я думаю, что можно прийти. Теперь вот неалкогольная жировая болезнь печени. Включает в себя стеатоз, неалкогольный стеатогепатит и цирроз печени. Важным критерием, позволяющим отличить неалкогольную жировую болезнь печени от алкогольной, служит отсутствием употребления пациентами алкоголя, гепатоксичных дозах. Они достаточно хорошо известны. Здесь приведены для мужчин и для женщин. В своем развитии неалкогольная жировая болезнь проходит в стадии стеатоз, неалкогольный стеатогепатит, фиброз и цирроз. Островной структурной единицей, определяющей прогрессирование процесса, является неалкогольный стеатогепатит. Это такое общепринятое понятие, хотя с моей точки зрения появление фиброза и интенсивность его развития тоже определяет прогрессирование самого процесса и быстроту перехода фиброза в цирроз со всеми выходящими последствиями. В основе неалкогольной лежат следующие болезни, лежат следующие причины ожирения, индекс массы тела больше 30 кг на метр, квадратное нарушение, тролерантность к глюкозе или сахарный диабет. Возраст старше 45 лет. Мы потом будем возвращаться, я буду комментировать эти данные. Значит, теперь эпидемиология. Надо сказать, что часто встречается неалкогольная жировая болезнь печени. И вот если вы возьмете два исследования, которые были проведены в Российской Федерации с интервалом 8 лет, ДИРИК 1 и 2, вы посмотрите, 2007 год 27%, 2015 и 37%. Может быть и не такой рост, но это же не специальная выборка была, это была выборка, которая позволяет надеяться на то, что она характеризует тот предмет, о котором мы говорим. Существует неалкогольная жировая болезнь и без ожирения, но надо сказать, она существует, с моей точки зрения, только в литературе. Буеверовские данные он только приводил их, хотя повторялись они и другими авторами. Но надо помнить, что жировая дистрофия печени является состоянием не только характеризующим ожирение и увеличение массы тела, но бывает и у людей даже с пониженной массой тела. Теперь вот посмотрите внимательно, как определяют метаболический синдром. Я его специально внес сюда для того, чтобы как-то либо поставить вопрос сам по себе дискуссионным, несмотря на то, что он сам по себе феномен метаболического синдрома появился достаточно давно, уже больше, около 30 лет тому назад. Он динамичен, он имеет развитие свое. Вот посмотрите, чем он отличается от определения неалкогольной или даже алкогольной жировой болезни печени. Тут разница только в этиологических факторах. Метаболический синдром – это группа заболеваний. Видите, он как характеризуется. Это группа заболеваний. И это очень важное обстоятельство, объединенное генетическими или приобретенными расстройствами метаболизма жиров. Вроде бы нарушение обмена жиров, но тут имеется феномен генетически детерминированный, и есть феномен благоприобретенный. Вы посмотрите, какие нозологии сюда выносятся. Центральное абдоминальное ожирение, окружность, характеристика его, сахарный диабет второго типа. Вот группа, самая следующая группа, которая вообще, когда мы говорим о неалкогольной жировой дистрофии печени, мы же ведь не говорим о группе сердечно-сосудистых заболеваний. Значит, это артериальная гипертония, это ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт, церебровоскулярная недостаточность. Четвертый, патология печени билярной системы. Ну, билярную систему мы как-то так искусственно выключили из печени, но надо сказать, что, надо помнить, что она вне печени не существует. То есть, существуют внепечёночные билярные структуры, но ведь определяющую компоненту составляют те, которые находятся в печени. Вот здесь, кроме патологии печени, ещё добавлен и холестероз желчного пузыря, что само по себе правильно. Нарушение обмена мочевой кислоты, гиперолекемия, подажа. Вы посмотрите, как резко отличаются определения этих двух клинических ситуаций. И вот видите, когда я навязанно поставил сначала метаболический синдром повыше, я понял, что я ошибся. И потом я это изменил ровно потому, что существует две группы больных, две группы врачей и исследователей, которые рассматривают их как разные клинические и теоретические ситуации. Одни метаболический синдром относят к неалкогольной жировой болезни печени и даже считают, что он лежит в основе неалкогольной жировой болезни печени, а другие его рассматривают совершенно на их позиции и вовсе не включают в это. И последнее пособие по метаболическому синдрому, я не знаю, видели вы или нет, это мы выпустили, по-моему, год тому назад. Я, Масловский Леонид Витальевич, топчий Татьяна Борисовна и Минушкина Лариса Олеговна, вот мы там все эти вопросы так или иначе освещаем, не навязывая это мнение никому, а рассматривая их с позиции существования вот этих понятий. Так, ага, вот. Теперь, значит, основные идеологические моменты. В основе развития лежит инсулинорезистентность, изменение профиля гормонов регуляторов жирового обмена, лептин и пониктин, возможный механизм накопления жира в печени, это увеличение поступления жира или жирных кислот с пищей, усиление синтеза и угнетение окисления жирных кислот в метахондриях печени, нарушение выведения триглицеридов из гепатоцитов и избыточное накопление количества углеводов, поступающих в печени. Надо сказать, что у части больных ассоциировано с метаболическим синдромом, у меньшей части больных, да, это мы уже прошли, некоторые авторы предлагают читать неалкогольную и жировую болезнь, одной из составляющих метаболического синдрома, но время покажет, есть такая по телевизору передача, время покажет, хорошая передача, вот время покажет, вы знаете, 30 лет это же порядочный срок, когда существует это понятие, и от того, что он существует 30 лет, этот метаболический синдром, он приобрел вот только последнее название, которое не позволяет все-таки его включать в неалкогольную и жировую болезнь печени, а рассматривать отдельно, потому что это группа заболеваний, совершенно разных, которые не развиваются, может быть развиваются, а может быть не развиваются. Так вот, с моей точки зрения, время-то как раз и покажет, что окажется истиной. Теперь вот здесь показан патогенез неалкогольной и жировой болезнь печени, такая довольно красивая картинка, которая показывает, что генетические факторы окружающей среды иные приводят к тому, что нарушается метаболизм жиров, и липолиз начинает являться преобладающей компонентой, что ведет к увеличению количества свободных жирных кислот, гиперизменение толерантности сахарного диабета второго типа приводит к увеличению уровня инсулина, и это все приводит к тому, что жирный кислот начинает снижать свою активность обменную и начинает откладываться в виде триглицеридов в печени. Это вот одна компонента. Вторая компонент – это воспалительные, появляются провоспалительные и противовоспалительные цитокины, которые так или иначе имеют отношение к формированию патологии. И здесь вот показаны компоненты, которые приглашают нас к тому, чтобы все-таки иметь изменение эндотелиоцитов и возможность развития сердечно-сосудистой патологии, ну что, может быть, и объединяет все-таки и позволяет иметь эти две группы, которые вроде бы с одной стороны имеют разные позиции, а с другой стороны, может быть, эти позиции на основании современного понимания патогенеза, они в конце концов приведут к тому, что мы найдем какой-то общий эквивалент понимания. Теперь, значит, диагностика, анализ клинической картины. Надо сказать, что существует точка зрения, что без стиатогепатита клинической картины никакой нет, но все-таки диагностика ведь возможна, гепатомегалеты являются симптомом, поэтому я не считаю, что это асимптомный или бессимптомный вариант. Выявили гепатомегалею, устанавливаете ее характер. При прогрессировании процесса в виде стиатогепатита, он является тем компонентом, который диагностируется в связи с тем, что повышается уровень трансаминаз, и элементов холестаза, холестатический вариант тоже есть. Уже в эту стадию могут фиксироваться признаки инсулинорезистентности или сахарного диабета. Из неспецифических симптомов появляется дискомфорт, общая слабость, недомогание и так далее. Значит, лабораторная инструментальная диагностика сводится к тому, что используется современный набор указанных здесь компонентов. Я только хочу дать такой комментарий. Если вы возьмете всю нашу литературу, то в этой литературе сказано, что ультразвуковые признаки повреждения печени заключаются в том, что имеется угасание сигнала, общее, и вот этот феномен, ну, имеется угасание сигнала, ну и что, что имеется угасание сигнала, как его определить? Ведь если нет количественной характеристики того или иного компонента, значит нет признака, на основании которого и которым мы можем пользоваться для того, чтобы оценить степень или выраженность поражений, для того, чтобы оценить эффективность лечения. Вот мы в свое время в аппарат ультразвуковой поставлен такой режим, когда имеется автоматическое усиление сигнала по глубине, для того, чтобы картинка была хороша сама по себе. Вот это вот один и тот же больной. Первая картинка это в обычном режиме, а второй мы отключили усиление по глубине. И посмотрите, что мы получили. Вот эти вот две стрелки, они говорят о том, что имеется уход сигнала от печени и нет никакой структуры. Мы это назвали столбом затухания. Известен ли этот феномен, описали это 25-27 лет тому назад, известен ли этот феномен в Европе? Да, известен. Я был на Чешском гипотологическом симпозиуме, и там показывали этот феномен итальянцы и испанцы в гипотологические школы, которые достаточно хорошо представлены в Европе. И они показывали вот эту картинку, при этом они ссылались про одно мое авторство. А это в монографии опубликовано. У нас перепечатывают тоже, но при этом не указывают. Но благо еще и заключается в том, что мало кто и пользуется этим, а зря, потому что вот этот столб затухания можно измерить, а раз его можно измерить, то значит можно измерить. Ведь почему затухает сигнал? Сигнал затухает по двум обстоятельствам. Потому что он поглощается той тканью, через которую проходит, и потому что он рассеивается, встречая клетку не вот в таком, в реперикулярном, так сказать, варианте, а сбоку. Значит, вот эти два феномена, они приводят к появлению вот этого феномена затухания сигнала, неопределяемого в количественном отношении и определяемого в количественном отношении, что мы сделали. Вот здесь второй момент надо уточнить, выраженность наличия фиброза и его степень. Есть такой вот американец итальянского производства Боначини, он до сих пор в Америке жив-здоров, и феномен этот, расчетный феномен существует. Правда, в Европе почему-то им не очень любят пользоваться, а мы им пользуемся вполне, так сказать, достойны. Вот здесь эти компоненты МНО, отношения аланиновой, каспарагиновой и тромбоциты, которые дают количество баллов. Это количество баллов можно перевести в интенсивность фиброза. Мы провели работу по сравнению этих показателей, вот индекса фиброза с морфологическими данными на 150 больных и установили вот те данные, которые вы здесь видите. И можно, значит, установить не просто наличие жировой дистрофии, но определить ее выраженность по столбу затухания, потому что сам по себе феномен затухания без определения размеров не дает нам никаких оснований к тому, чтобы этим пользоваться. И выраженность фиброза вплоть до цирроза в зависимости от того, с чем мы имеем дело. Значит, теперь формулировка диагноза. Неалкогольная и жировая болезнь печени. Открываете скобку и расшифровываете. Метаболический синдром стеатоз печени. Сахарный диабет 2 тип с фиброзом. Степень выраженности. Без фиброза. Неалкогольная и жировая болезнь стеатогепатит. Высоковмеренные степени выраженности. Сахарный диабет 2 тип компенсированный гиперхолестеринамии гипертрилицеридамия. Неалкогольная жировая болезнь печени стеатогепатит в стадии фиброза разной степени выраженности в стадии цирроза печени Неалкогольная жировая болезнь без ожирения стеатоз стеатогепатит с фиброзом в стадии цирроза печени Сформулированный диагноз неалкогольной жировой болезни печени поможет выбрать наиболее эффективный вариант лечения Не только вариант лечения, но и дозы и продолжительность лечения Наличие поддерживающих ДОС и их интенсивность Теперь лечебные подходы, общие принципы изменения образа жизни Это не реализуется никогда и незачем Потому что образ жизни входит в нашу природу И мы его изменить не можем Хотя все об этом пишут Ну как это сделать? Посадить на велосипед, посадить на дорожку, заставить бегать Я, например, перестал бегать давно Хотя мастером спорта был в свое время Ну и что, что я был? Ну, отбегался свое Надо ходить теперь потихоньку Вот диета контролируемая, похудение без ожирения Но это тоже, значит, очень сложный процесс Хотя я, когда работал в Первомосковском медицинском институте У нас там были большие палаты по 30 человек При этом Мясников Александр Леонидович Он запрещал иметь ординаторские Он считал, что рабочее место в нашей палате Там же стоял рабочий стол Ну, а раз он там стоит и ты сидишь и больный То все время приходится разговаривать Задают разные вопросы И вот я, видно, одну женщину до того доконал с ее весом Что она похудела на 46 килограмм Приехал и ее даже не узнал Ну, так это одна А их-то было 25 А мы тогда и вели 25 Сейчас трех ведут И говорят, ну, просто рабочий день такой, что С ума можно сойти А если 25, а если 30 А если Захарин смотрел 80 человек в день Это ничего Полноценное питание Это имеется в виду нормальное количество жиров, углеводов и белков У всех больных использование продуктов, содержащих миотропные факторы Они вам достаточно хорошо известны Единственное, в чем надо отказывать Ограничивать это углеводы Я потом покажу это Почему? По-моему, в сообщении, посвященном хроническому панкреатиту В стадии панкреатической не состояли отнести Анализ лекарственного анамнеза обязательный Потому что мы должны не столько добавить к терапии Сколько иногда исключить И фармакотерапии Смотри, мишени печеночные патологии Вот здесь показана эта картинка Тоже достаточно красивая Она похожа на ту предыдущую Но она показывает, куда должны быть направлены те препараты Которые мы используем Надо сказать, что этих вот схем и таблиц и картинок Которые это указывают Их на сегодняшний день достаточно много Я не знаю, вот в сборник я не посмотрел Это есть картиночка там? Я думаю, что есть Она полезна, потому что она показывает Какой препарат нужно выбрать Против чего он борется И как это надо делать Значит, теперь конкретные препараты Метформин имеется в вопросе Скорее к его использованию Потому что там имеются издержки этой терапии Которые заключаются в том Что нужны определенные условия Для того, чтобы им пользоваться И в конечном итоге Исследователи европейские пришли И американские тоже пришли К заключению, что метформин Не рекомендован для лечения Не алкоголя, не жировой болезни печени Хотя вроде бы он увеличивает Активность рецепторов Воспринимающих глюкозу, инсулин Но при этом Вот эти вот издержки Не позволяют это делать Тиазолигендионы И разные группы Розиглитозон И пиоглитозон Они либо отсутствуют Либо для того, чтобы их использовать Требуется гистологическая Характеристика самого процесса Препарат может быть использован При наличии неалкогольного стеатогепатита С гистологическим подтверждением диагноза Это не всегда возможно Раз, а во-вторых Сам по себе хоть мы и называем Процесс диффузным Он является далеко не диффузным И мы можем взять вот этот вот Биоптат из того места Где эта структура Это не изменена И тогда мы не попадаем В нужную Витамин Е Естественный антиоксидант Да, я все понял Слышу, больше не нужно Метанализ по использованию Витамина Е Показал увеличение общей смертности Увеличение частоты Рака предстоятельной железы У здоровых мужчин В 1,6 раза И он в общей сложности Скорее не должен использоваться А по крайней мере Это изучение должно быть Достаточно интенсивно Может быть продолжено Для того, чтобы понять Можно ли его вообще использовать И всю эту группу Препараты Нормализующие обмен Липидов Клофибрат Статины На этот счет Есть литература Они как самостоятельные Компоненты Использованы быть не могут А могут входить В комплекс терапии С тем или иным эффектом Ну я не знаю Там есть Гиперхолестерин Имеет Пожалуйста Статины Используйте Есть обзор Буеверова на этот счет Прекрасный С моей точки зрения И не только Который показал Вот эффективность Этого Теперь гепатопротекторы Гепатопротекторы Тут уже сегодня Шел разговор По этому поводу Мне кажется Что Единственное Что Хотелось бы остановиться Да Вот Эссенциальные фосфолипиды Являются структурным Элементом клеток печени И помогают Поддерживать Жизнеспособность Клеточных мембран Они формируют Билипидный слой Мембраны Растительных И животных Клеток Они составляют 40-50% Среди Клеточных Фосфолипидов Они Влияют На метаболизм Фосфолипидов И играют Регуляции Липидного Липопротеидного И энергетического Обмена Жизнь необходима Для поддержания Нормального развития И жизни клеток И улучшает Микроциркуляцию И реологические Свойства Об этом Тут уже Разговор Тоже был Так что Препарат Весьма достойный И Использоваться Им можно Мы вот Изучили 100 больных Которые были Приняты К исследованию Из этих 100 больных Мы выделили Две группы Значит Преобладали В основном Женщины Значит Разные Формы Неалкогольные Жировые Болезни В том числе И вторичные Были Возраст От 30 до 65 лет И мы Разделили Эту группу Условно На две Подгруппы Одним Давали На протяжении Восьми Недель А другим А вторая Компоненты Давали Продолжали Терапию Дольший срок До 24 недели Это 6 месяцев В чем там суть Суть заключается В том Что первая группа Привела Первые два месяца Лечения Привели к тому Что мы купировали Гепатомегалию В какой-то степени И нормализовали Признаки Стеатогепатита С холестатическим Вариантом В том числе Изменялась Масса тела Не так активна Как нам бы хотелось Динамика Биохимических Показателей Вы здесь видите Она достаточно Хороша Сама по себе А вот тут Посмотрите Столб затухания Вы посмотрите 63,6 Начало Четвертая неделя 37,4 Восьмая неделя 25,2 Вы посмотрите Какой эффект И при этом Мы же ведь Не просто говорим Да Утух Или затух Сигнал Ну и что Что он затух Отчего он затух Вот пожалуйста Видите Как это хорошо Значит Восьминедельный Курс лечения Привел Полную нумерализацию Клинических Биохимических Показателей А второй Этап лечения Он продолжил Свой путь Вы посмотрите 9,8 Плюс-минус 4,2 9,8 То есть До 10 С 65 Вы посмотрите Полгода Полгода Конечно Если мы будем Давать 2 недели И ждать Что мы получим Чудо Вряд ли Если будем давать Месяц или два Чудо тоже не получим А если будем давать Достаточно долго То конечно Мы получим Тот эффект Который ждем При продолжении Лечения Ну тут Идет разговор О том Что нужен Конечно Когда мы Убрали Гептемегалию Когда мы Убрали Трансаминазы И холестаз Нам остается Какой-то критерий Который мы должны Использовать Вот столб Затухания Является Достаточно Эффективным Критерием Который Можно Значит В общей сложности Субстанции Эссенциальных Эссенциальных Фольс Сдержанный Сдержанный Характер Потому что Препарат Который Работает Хорошо Потому что Он восстанавливает Состояние Мембраны Гепатоцит Он восстанавливает Метаболизм Он Убирает Триглицелиды Так что Я думаю Что Вполне Достойный Препарат Который Должен быть Не только в строю А мы должны Пользоваться Им Спасибо Спасибо Олег Николаевич Олег Николаевич